всем привет друзья из алании сегодня пятница время чуть больше пяти часов вечера мы находимся сейчас возле пирса отеля азия beach здесь пляж кайлы дать я не ошибаюсь вот они собственно кайла и азия и все новости будут завтра я до этого сделал видео где рассказал про новости а новости есть в том числе они касаются того когда в турцию смогут въехать граждане украины и россии новости касаются этого так кто-то что-то говорит полиция приехала сейчас будут будут сейчас нарушить или я думаю гонять там в следующая часть на смысле завтра завтра вы это увидите видео где я показывал рассказывал новости и шли ему а так вот вдоль по набережной было видно нарушителей сейчас вот полиция там приехала если им повезет конечно то их не буду штрафовать если не повезет все два полицейских вышли идут на пляж где компания местных девчонок и парней боится и загорает люди не могут потерпеть несколько дней по сути осталось люди не могут потерпеть сейчас их могут оштрафовать на серьезные суммы хорошего в этом мало конечно вот все новости в общем я рассказал вам они выйдут завтра вы это все увидите услышите узнаете все что касается новостей важных о том что тут происходит и так далее поэтому сейчас я не буду останавливаться на новостях давайте просто посмотрим море опять же о погоде тоже вы все узнаете завтра что у нас погодой случилось почему море такое бушующее по сравнению со вчерашним позавчерашним все это завтра вы узнаете пока давайте спокойненько походим посмотрим просто на это море купаться на котором нельзя ну и самых важных новостей самых главных чего мы ожидаем это то что четыре дня у нас будет комендантского часа я думаю многие из вас то знают и четыре дня будет полный запрет на выход из дома по все абсолютно турции по всем провинциям а их 81 если не ошибаюсь поэтому сегодня все затариваются едой едой водой хотя на доставку то будут работать все все немножко показал во море напоминаю что все 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 важные новости очень важное видео с новостями она выйдет в субботу вы его сможете посмотреть даже не верится что такой шторм сегодня после того что было два или три дня идеально спокойно ровное море клуба ярбич и там у нас отель сан-франциско кстати у меня кто-то за него спрашивал на дня буквально клуба ярбич потом идет у нас уже опять забыл сан прайм и за сан прайм идет от сан-франциско и саритаж 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 у меня часто просят показать я его показываю собственно сан-франциско как-то я даже не знаю первый раз у меня за него спросили и на солнце на солнце жарко вот это практически пляжи саритаж и сан-франциско вот он сан-франциско желто-белый переходим движение сегодня интенсивно в сторону анталии наверно больше машин сегодня едет и связано это с тем что люди выезжают на четыре дня потому что четыре дня сидеть никому конечно не хочется у кого есть свои может какие-то дома в горах где-то или в деревнях вот он сан-франциско то есть через дорогу от моря он находится места для купания там шикарно я сам купаюсь в этих местах часто рядом с сан-франциско еще какой-то отель вот это уже по моему не сан-франциско хотя я не уверен может быть это и второй корпус его но тут вот тут желтенький желто-белый это и сан-франциско дальше идет саритаж и здесь вот я не знаю точно что за здание здесь сейчас прочитаем если будет написано что это у нас луна бич луна бич 7 луна бич хотел первый раз слышу с той стороны вывесок не было но рядом с отелем сан-франциско он находится тут водичка уже налита аква даймонд смотрите уже водичка такая купаться нельзя но водичка чистая и этот отель у нас конечно он работал когда многие не работали но сейчас по моему никто не работает экспирия сарай бич или как-то там на клепатре по моему единственный отель работающий читал про него в новостях что мол люди на пляжах его купаются а местные с завистью смотрят потому что купаться как бы нельзя потом читал еще одну статью что оказывается работники отеля предупреждают о том что купаться нельзя и что мол если появится полиция вы будете оплачивать штрафы вот ну кто-то даже на карантин 4 дня чтобы как бы не сидеть дома более менее чувствовать себя свободным кто-то даже на карантин покупает как это сказать путевки на эти дни в отель этот экспирия бич или как он там называется которые работающие чтобы там провести дни карантина ну еще хитрости которые есть по многим районам Алани но читаю я это все читаю я сам естественно этого не делаю я жду когда нормально официально можно будет купаться вот а что делают люди вроде бы как рано утром патрулей нет и то есть до 8 часов утра кто хочет ходят купаются есть такие люди конечно но я думаю что сознательные все все равно не нарушают потому что раз есть запрет надо терпеть чтобы не стало хуже надо потерпеть пока смотрите как красиво цветет как сирень интересное дерево такое на фоне вот этих красивых елочек я хотел вам в этом видео показать побольше моря походить по набережной поскольку приехала полиция я не удивлюсь если сейчас после того как они штрафуют тех нарушителей они начнут просто разгонять с набережной с этой стороны всех людей скорее всего так и будет поэтому не стал я там ходить особо жарко на солнце здесь у нас проходят рынки по четвергам в Тосморе здесь вот вещевой рынок получается вот это одна из дорожек по которой вещевой рынок у нас в Тосморе и там туда идет вещевой и там начинается продуктовый рынок это по четвергам то есть вчера рынок с ценами на черешню клубнику и все остальное со вчера я уже видео это выставил птишки катаются хотя им надо сидеть дома сейчас 20 то ли четвертого если я не ошибаюсь в новостях тоже читал что когда будет комендантский час пенсионера там можно будет выйти из дома смотрите какая крупная шелковая вот она лежит у нас в принципе как вы видите можно сказать как всегда пустые улицы район оба дисциплинированы в Алании а также много здесь апартов домов квартир которые просто люди не могут приехать владельцы допустим граждане Германии и других стран и просто эти дома все пустые отелей в оба не так много но также есть отели которые тоже конечно же сейчас не работают поэтому у нас как бы в общем впечатление очень очень пустого района если в центре люди ходят как бы то у нас видели мои последние видео то есть я вам показываю пустые улицы в оба пустые там 1-2 человека проходите и все сейчас посмотрим Азию бич на фоне Азия бич я с вами попрощаюсь Азия бич наверное я не успею туда дойти потому что у меня видео уже приближается к десяти минуткам чтобы не монтировать а показать вам его сегодня не буду его продолжать больше десяти минут Азию я вам могу показать отсюда вот она Азия и еще раз напоминаю о том что в субботу выйдет видео очень важное в котором я вам расскажу в отношении информация в общем о том когда можно будет ехать в Турцию россиянам и украинцам и также другие важные новости все это будет завтра Граната всем здоровья добра позитива и на фоне этих пустых